всем привет с вами канал art money и сегодня мы с вами будем пробовать кое-какие продукты у нас будет сегодня болтушка букмак бук банк господи опять я забыла это название вот мы будем пробовать с вами сегодня вот такой вот тортик от палыча такой вкуснейший это нам с вами на десерт стоило перекрестка 297 рублей около 300 рублей выбирал чтобы он был сочный вкусный но какой размер попадется выбрала вот такой вот маленький думаю ладно съем быстрее вот сегодня мы с вами также будем пробовать это из пекарни чебурек и котлетки из перекрестка печеночные я очень люблю печеночные котлетки попробуем какие они получаются у них перекрестки также у нас салат под шубой с перекресткой что я все это съем зеленый чай и потом у нас с вами на десерт чипсы шоколадка вот такая вот на нее был кстати отдельный обзор вот так же из фикс прайса вот такие вот конфеточки откроем с вами попробуем и хочу я еще скорее всего чай конечно у меня закончится попробовать вот такую вот какая-то там а как же каркаде вот каркаде чай каркаде это я покупала его в победе и он прям стоил очень очень дешево но я решила взять один пакетик купить его очень люблю просто обожаю масса здесь 70 грамм всего я потому что может быть скорее всего это подделка потому что я знаю что это чай довольно дорогой то есть не из дешевых он стоил он что-то рублей 15 что и за такой пакетик что-то вообще очень дешево вот и также в самом конце мы с вами кое-что переберем в самом конце для вас это будет сюрприз по моему даже я смотрю что через камеру его не видать так давайте будем кушать я очень сильно хочу кушать плюс на заднем фоне у меня соседи вдруг начали делать ремонт когда я начала снимать ролик я думаю что они должны сейчас уже скоро перестать делать ремонт потому что время уже позднее обычно такие буфманки снимаю по ночам потому что соседи у меня очень шумные вот да я очень сильно хочу кушать сегодня вообще ничего не ела с утра мы с мамой поехали на птичку как вы знаете наверно хотя навряд ли знаете у меня в квартире сейчас ремонт мы уже сделали димину комнату сейчас мы приступили к другой комнате и с мамой поехали вчера мы были кубатуре смотрели двери сегодня решили поехать на птичку посмотреть двери вот что там предложено там конечно выбор не такой уж прям и такой средненький мне понравился один определенный цвет как вы наверно уже все знаете я очень люблю цвет дерево у меня тут стол под дерево у меня кухонный гарнитур под дерево и мне хотелось чтобы у меня двери тоже все были именно с такими сучками всякими и мне понравился цвет каштан янтарный есть каштан как уже господи обыкновен какой-то там каштан надо было записывать все есть еще каштан янтарный вот и мне он очень сильно понравился он как раз по цвету подходит вот как вот мой стол примерно такой тоже всякие сучки но здесь вот сучки они более такие вот темные а там более светлый мне очень просто прям вообще понравился настолько знаете понравился что хочется перед этой дверью прям вот просто потанцевать я не понравился потому что я очень сильно западаю по дереву все что деревянные именно какой-то определенной фактуры я прям просто вообще с ума схожу не знаю почему я узнала что и папа у меня точно так же вроде бы как тоже с ума сходит вот мама вроде как-то не особо так кстати у меня здесь под шубой сегодня селедочка и наконец-то по праздникам они кладут мне селедочку подкладывают сверху а мне праздничные дни они мне селедку подкладывают под низ ее не заметно прошлый раз я купила ее не заметила и докупала еще селедки думала что у меня ее просто нету вот короче вот так прошли мои дни у нас ролик выглядит с огромным наверное опозданием у нас праздники дима у мамы а я с вами и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 обалденно вкусно эти такие хрустящие еще на балл ребенок кстати у меня наоборот он сначала съедает вкусное самое а потом не очень вкусные уже на потом допустим чтобы тербор с маслом то есть бутерброд сверху масло и сыр то есть он съедает сыр и масло сначала а потом уже хлеб этот не запчел наоборот так теперь мы с вами перейдем к сладкому давайте посидим немножечко сначала скажешь соседи тоже засели ремонт все вынесли из комнаты и разговаривать даже у них слышно эхо как у нас когда-то было буквально там неделю назад с лишним делать в пандемии в празднике конечно сделать ремонт чё же еще делать вот и у нас ремонт уже в диме на комнате закончился начинается в другой комнате потом в коридоре коридор у нас довольно такой узенький длинный сегодня мы с мамой ездили на птичку выбрали обои зашли в небольшой такой отдел там знаете вот все зависит от продавца если вот продавец вам что-нибудь хотя бы начнет с вами разговаривать хоть немножечко девяносто девять процентов уже что-то выберите чем он захочет люстру мы выбирали за заходим парень сидит в телефоне народ там хочет сам по себе выбирает он сидит ему вообще там пофигу люди пришли да понятно и дальше телефоне и приходишь блин смотришь так вроде ну сама там смотришь там видишь такая такая люстра а вот когда тебе показывает человек то есть консультант да начинает подсказывать он показывает такие люстры которые ты не видишь почему-то вот это вот самое вот интересное то что там просмотрел родну ничего особенного нет а потом все подходит а какую вы ищите а куда ищите вот такая посмотрите мы зашли в один отдел там не самой птички то есть там такой торговый центр птичка отдельно ну там стройматериал у нас продаются мне кажется в каждом городе есть такая называется птичка почему-то не знаю кстати почему вот отдельный там женщина такая добрый а куда вы ищите это там это в комнату еще там в коридор нам вот нужна лампочка а вот такая посмотрите вот только что мы туда смотрели нифига не видели ничего интересного такого особенного нет вот а вот посмотрите мы такие обратили внимание батюшки действительно там такие плафоны они еще двигаются ну два плафона таких они двигаются в разные стороны вот и также диме в комнату у димы в комнате люстры три лампочки и честно говоря три лампы для меня даже когда к нему захожу это очень темно я не знаю почему но мне реально так темно я очень плохо вижу там хотя принципе как бы да у меня зрение не очень хорошая но здесь у меня вот на кухне на данный момент горят 5 лампочек их вообще 6 но сейчас горят 5 одну я уже не вкручиваю надо вкрутить ее есть довольно светло мне очень нравится хотя на кухню никто не вешает одна лампочка мне будет очень сильно очень сильно вот как раз вот где-то вот пять лампочек 56 лапочку для меня вообще классно моя допустим люстра в комнате у меня там по моему 6 лампочек правда там такие маленькие с маленькими цоколями маленький город у меня вот так прям класс очень светло но я бы еще хотела света поэтому сына в комнате 3 лампочки но темно правда я подумал 4 как-то 4 они как бы по 2 свисают да вот так вот вот как бы не туда не сюда вот именно вот когда вот 5 они как-то вот покрасивее свисает но вы поняли вот я потому что надо 5 думаю 4 маловато 6 многовато думаю ладно не надо 6 а вот 5 нормально вот посмотрите еще вот это вот это вот это и мы обратили внимание там такие прозрачные плафоны видно лампочкой вермам зато будет очень светло вот реально классно будет светло до прозрачный плафон и он не то что даже прозрачный он как будто с каким-то прозрачным опылением таким блестючим что ли ну короче что то такое вот вот он блин они такие классные так они понравились вот испана ничего не сказал промолчал дать мы бы зашли посмотрела нифига ничего нет и ушли вот точно также там с собой на мы зашли то есть на птички и другие магазина до отделы обоев мы заходили девчонки заняты в телефоне сидят так прошлись посмотрели а вот эти обои а вот это фигня ну пойдем дальше туда зашли там небольшой такой отдел маленький вы туда выбрали оттуда вины в комнату в коридор выбрали и на кухню причем каждый получается а кроме кухни по 2 по 2 вида обоев то есть моей комнате будет два вида обоев со стороны кровати у меня будет одни обои я принципе так и хотела и с другой стороны где будет стоять стенка с телевизором другие обои то есть вот так вот в принципе я хотела хотела бы конечно белые и что-то там такое где стенка в так вот полосочку на потому что уже не такая уж и мода сейчас на это то есть у меня мам делал ремонт у нее белые какие-то белые обои и полосочка но это она делала ремонт еще блин лет пять назад наверное лет пять назад я подумал блин чё-то думал просто какие-то там белые думаю мне не хочу на что-то другое и потом вот женщина что там в комнату смотрится вот такие посмотрите обои а вот такие а мы даже их не увидим мы бы их и не заметили вот получается и в коридор у нас тоже получается два вида обоев будет там будет один цветочек они будут друг напротив другу стоять две стенки там коридор получается такой длинный довольно узкий то есть и длинный то есть там два вида и остальные и получается что обои коридора совмещаются по цвету вот эти вот с обойной будет вот на этой стене то есть тут мы тоже будем менять обои ну конечно вот эти обои очень дорогие мы покупали стоили но к сожалению у нас потекла труба трубы у нас как видите вот видите одна труба только стоит а ее до этого не было может посмотреть предыдущие ролики года два назад ее не было у нас все трубы находятся в стенах и та труба которая находится в стене она потекла и короче у нас вот тут вот очень сильно ну не сильно как бы видны обои то что тут она текла то есть обои грязные и вот тут вот видно вот черная ну и конечно в полах там она попал в полу текла короче там пол сгнил вот видимо какое-то время она там сочилась текла и блин короче очень жалко честно говоря вот эти вот обои вообще там под кожу какую-то там мы покупали белые классные мне очень-очень нравятся эти вот обои но к сожалению так получилось потекла труба честно говоря это очень сильно обидно потому что прежде чем делать ремонт я очень сильно хотела поменять то есть провести все трубы наружу в квартире что потом к этому не возвращаться но слесарь сказался вы будете делать за свои деньги тогда вам нужно будет сделать то есть у себя соседи наверху соседи внизу и соседи то ли одни то ли там трое короче того подъезда потому что труба уходит туда если это будет в комнате то есть это детская получается и комната еще получается то есть вот так вот то есть там вообще будет ваша сумма выйдет огромная если вы так проводите я думаю а блин а у главного подъезда спрашивал когда будет ремонт трубы когда будут проводить он сказал планируется 2000 так что двадцатый 2045 году по моему или сороковой или сорок пятый 2045 представляете это через 25 лет ну а через 24 года я вообще была просто что через 24 ладно через четыре года ну как то еще да мы доживем а через 24 года блин я даже не представляю что будет через 24 я уже буду старенькая бабушка наверное я уже на пенсию выйду через 24 года хотя я и сейчас как на пенсии живу вот и поэтому планируем делать ремонт тоже здесь на кухне и конечно также надо менять полы мы сделали большую большую ошибку понадеялись на то что свекр сделает классный ремонт что он поменяет полы он пообещал что поменяет полы на новые доски все супер будет в итоге как выяснилось потом что он просто эти доски взял в подъезде стояли там какие-то гнилые доски и он их оттуда во взял и здесь положил вот короче выяснилось вот так вот и эти доски ходят как худуном естественно кухонный гарнитур ставили с огромным огромным трудом чтобы он не покосился не знаю как это все тут будет ну и конечно же он должен был еще покрасить вот тут вот стены получается вот там и за холодильником там когда дверь открываешь видно он должен был белый цвет покрасить но ему не захотелось ему было лень красить короче вот так вот такой короче у нас с вами все рассказала у нас с вами ремонт будет на камеру конечно сегодняшние вчерашние походы я не записала вы спросите почему честно я не знаю даже это настолько было сонно сегодня просто очень сильно устал я помню как мы сидели где-то там выбирали уже расцветки этой двери то есть за одной двери конечно же будем менять потому что это предыдущих соседей они старые не наши двери закрываются плохо открываются сами по ночам это вообще очень страшно порой бывает вот и я помню как мы выбирали расцветки я просто уже сижу так и засыпаю чувствую все так начинаю вырубаться все думаю я сейчас вот так просто вырубит и все вот я уже встала начала ходить ходить а я знаю что у меня бывают периодически такие моменты что меня может вырубить я могу реально уснуть что ты начинает вот так вот вырубать вырубает у меня как-то было так вот правда по вечерам там был зато обед как-то вот так так мы с вами еще поболтали немножко так 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 сейчас меня это все приберу и мы с вами наверно будем тортик кушать вместе вот с этой с вами каркадем знаете вот честно говоря сейчас мы с вами откроем и посмотрим так давайте сейчас я быстренько тут все приберусь и включу снова камеру мы с вами продолжим давайте с вами посмотрим вот такая у нас так добрыня никитич никитич добрыня никитич судар суданская роза вот да вот я когда я прочла суданская роза я что-то подумала наверное это не каркаде смотрю вроде каркаде так тут давайте посмотрим так сейчас я так корот масса 70 грамм так состав сухие лепестки суданской розы а ну да вот то есть тут ну не не знаю мне казалось что каркаде это все-таки что-то другое ну как каркаде каркаде то есть а суданская роза мне кажется мне кажется это абсолютно другое ну ладно давайте с вами откроем такой у нас обзорчик с вами о так о ну да на запах вроде бы ну выглядит так так нашла я вот каркаде это купленные в сочи по-моему сейчас я попытаюсь упаковку так а ну вот упаковка тоже написано а я еще сыпется там тоже написано вот каркаде напиток чайный а чайный цветочный видно видно так так он все-таки у нас выглядит по-другому чуть-чуть хотя кстати похоже вот он более темнее такой вот более кстати красиво выглядит чем хотя хотя чертова знает тут видно что вот оно тут более красный здесь более черный хотя он очень кстати тоже вкусный такой прям насыщенный похоже ладно похоже так давайте с вами заварим попробуем тут один два ай бежал немножко немножко убежал ну ладно так и заливаем кипятком заливаем 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 и мы с вами посмотрели каркаде как он у нас выглядит с вами был такой небольшой обзорчик тем временем мы с вами попробуем конфетки вот он у нас заваривается кстати очень хорошо если еще сверху накрыть одеяльцем полотенце кстати я очень долго выбирала чайник вот именно вот чайничек там какой-то керамический или там фарфоровый чесно не знаю вот обычно вот белый то есть не прозрачный очень классно у меня чайничек есть прозрачный вот сколько я в нем не заваривала нифига у меня не заваривался вот если только его накрыть полотенцем хорошенько но когда ты поднимаешь это полотенце мне все время казалось что сейчас я чуть-чуть полотенце на себя я так герно этот чайник просто упадет честно говоря это не то он очень плохо заваривал это было не то абсолютно не то очень много чайников перепровывала и вот у меня есть такой вот где нажимаешь туда засовываешь нажимаешь ну тоже немножечко не то а вот именно вот в таком мне очень понравилось напоминает именно тот чай из детства когда у меня бабушка заваривала я помню как она выходила в поле тогда я была ребенком У меня было, наверное, тогда лет 6-7, наверное, где-то вот так. Она выходила, я помню, в поле. У них прям так забор был, а потом так вот лужайка, и она такая, как горка, и вниз. И там лес был. Лес такой дремучий, дремучий, дремучий. Ну, не как посадка, а прям дремучий. Там реально можно было заблудиться. То есть по спутнику я потом смотрела, он реально очень огромный лес, очень большой. Вот, и я помню, она выходила на лужайку и начала, начинала рвать цветочки. И мне рассказала, вот Наташенька, смотри, вот это вот чабрец, вот это вот ромашка там. А мне было неинтересно, мне хотелось попрыгать, побегать, поиграть. А вот сейчас я думаю, как жалко, что мне тогда было неинтересно взять, вот тогда их засушить. Вот сейчас вот посмотреть, как чабрец выглядит. Потому что, вот ходя по полянкам на даче у нас, честно, я не находила. Я находила только ромашку, шалфей. Когда мне уже показали цветок и сказали, Наташ, вот это вот шалфей. Все, я запомнила, это шалфей. А вот чабрец, там, Иван-чай, там, я не знаю, еще чего-то, честно, я не нашла так. Ходила, у меня фотография даже была с телефоном, ходила, вот сравнивала, нифига не нашла. Все находят, я не нашла. Вот, я помню, у нее чай был такой ароматный, ароматный, такой прям с поля. Вот сейчас иногда он попадает, вот такие чай, прям вот реально ароматный, похоже, как с полянки от бабушки. У меня редко очень попадает. Обычно первый раз пробуешь, чай вкусный. Второй, третий, пятый раз наливаешь, уже привыкаешь, не такой вкусный уже. Ну, чай, чай. Вот, ну, классно. Так, ладно. Пускай она нас тут отдыхает. Так, мы с вами сейчас попробуем вот такие вот конфетки. Они стоили 55 рублей, по-моему, если я не ошибаюсь, в фикс прайсе. Называются Есу Ботаника. Ботаника. Так, конфеты с экстрактом зеленого чая и витаминами. 25 килокалорий. А, ну да. В одной порции 8 грамм. А, 8 грамм это одна конфета. Так. Также еще бывают с имбирем и чем-то еще. И брусник и мороженое. Ну, не знаю, мне кажется, с зеленым чаем, конфеты. Это что-то необыкновенное. Кстати, продается еще есть конфеты со вкусом водки. Честно говоря, я долго на них уже смотрю. Не знаю, купить, не купить. Попробовать с вами, не попробовать. Или сделать отдельный обзор. Честно говоря, мне очень-очень страшно. Потому что вкус водки я не люблю. Вкус водки или вот спирта. Мне кажется, это одинаково. И если с ними будут конфеты, блин, я даже не знаю, какой там вкус. Мне очень страшно. Где-то я слышала, кто-то говорил, что вкусный. Кто-то говорил, что реально там вкус водки. Невозможно их есть. Что это просто пустая трата денег. Даже не знаю. Напишите в комментариях, как думаете вы. Покупать или не покупать. Так, здесь у нас конфеты, помады. Да-да-да, желейные. Тогда вот посмотрим. Так, сколько у нас? 200 грамм. Должно быть. А-а-а, обалденно. Зелёным чаем обалденно просто пахнет. Жалко, что это не сосучки какие-нибудь там зелёным чаем. Так. Сейчас мы чайночка тормим чуть-чуть. Чтоб вам было видно. М-м-м. Кстати, 200 грамм довольно много. Реально довольно много. Так. Так вот. Это много. У-у-у. Они такие, кстати, мягенькие внутри. Смотрите, как их много. Зелёный чай. Зелёный. У-у-у. Так, ладно. Давайте будем пробовать. А-а-а. Так, здесь у нас написано. Рот фронт. А, ну да-да-да. Я не заметила. Так, завёрнуты они у нас не в одну, а только упаковку. Здесь вот одна упаковка. И так же, как раньше были конфеты. Помните, наверное, заворачивались в ещё одну прозрачную упаковочку. Аромат желейный такой. И чая вроде как присутствует. Она зелёненькая. И внутри неё есть пузырики. Кстати, она такая сама вся овальная. Ну, такая как желейная. Ну, как же, она классно выглядит. То есть, не просто там какой-то там шёл, допустим, по конвейеру кусок, и их просто вот так вот рубили. То есть, нет, не так. Вот, наверное, увидите. Наверное, увидите. Давайте с вами их попробуем. Аромат зелёного чая есть. Желе довольно жестковато. То есть, не так вот мягко, как бывает. Довольно-таки жестковатое. Немножко что-то есть с кислинком. Как будто с лимончиком. Зелёный чай, так. Сладкие. Как-то зелёный чай, когда пьёшь, он же не сладкий, мы не сластим. То есть, это другой вкус. А тут как зелёный чай, и плюс он сладкий. Кажется, что это конфеты не с зелёным чаем, со вкусом, да? А, не знаю, просто конфеты желейные, сладкие. С каким-то кислым ароматом. И с чем-то там зелёненьким. Ну, как-то так. Понравятся они мне или нет? Честно, даже с одной конфетки обычно я как ем. То есть, я разворачиваю одну конфету, ем вторую, третью, пятую, десятую, двадцатую. То есть, вот так вот. То тут она сладкая. Она не притерная, но она реально сладкая. Всё-таки зелёный чай, он совершенно не сладкий. Ну, так, знаете, можно иногда купить, попробовать. Или её можно так вот положить в сумочку, она там не растает. Хотя, в принципе, ну, нет, она всё равно не притерная, но она прям реально такая, прям сладкая. Запить после неё хочется. Ну, нет, не купила бы, наверное, я больше. Просто мне захотелось что-нибудь такое желейное. Ну, такое. Не знаю, короче, не могу сказать. Ну, она реально такая сладкая, но не притерная. Много не съешь их. Если, допустим, вот желейные конфетки со вкусом арбузика, живинка, по-моему, да, помните, я покупала её. Ещё в прошлые разы мы с вами, когда все вместе тут сидели, ужинали. Я их показывала. Они реально вот их, они хоть и сладенькие, они, кстати, не сильно сладкие, это сильнее гораздо сладкие. И они, кстати, достаёшь её, она мокрая. Вот, кстати, да, она мокрая. А те достаёшь, то есть те можно взять руками, потрогать спокойно. Они сухие. То есть руки не пачкаются, а вот от этих вот испачкаются. Такое ощущение, как будто она на батарее где-то лежала и растаяла. То есть вот та вот реально, вот хочется её есть, 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 её реально очень много хочется съесть. То вот эти вот нет, что-то не особо. Ну, для гостей пойдёт. Обычная конфета, которую я не ем, кладу там в пиалочку. И когда ко мне приходят гости, ну, надо же чем-то угощать. Конфеты-то у меня быстро расходятся. Я достаю эту пиалочку, ставлю чай, достаю эту пиалочку с конфетами, которые мне не нравятся, и они их едят. Ты сидишь про себя, думаешь, ну, наконец-то, ну, ты кушай, кушай. Ещё кушай, ещё, бери, 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 кушай. Да ничего страшного, кушай, кушай. А про себя думаешь, слава богу, избавилась от конфет. А то они засохнут потом, это, девай с ними. Нет, я в принципе такой человек, я не люблю выбрасывать что-то. То есть, допустим, купил конфеты, да, они мне не понравились, и просто их выкинул. Я не люблю так. Я люблю экономить, я люблю очень жить экономно. И мне это, честно говоря, последний год, мне это очень сильно понравилось. Очень сильно. Я не знаю почему, если до этого я как-то могла, ну, покупаешь и покупаешь, там как-то тратишь и тратишь деньги, то последние годы как-то уже стараешься много денег не тратить, стараешься жить поэкономнее, покупать уже так по акции. Уже знаешь примерно, кстати, на какой продукт, в какое время акция. То есть, акции, они тоже бывают в разное время года, ну, в разные, скажем так, месяца. Да, некоторые, ну, допустим, перед праздниками еще бывают, ну, короче, там надо изучать все это. Вот, когда часто покупаешь что-то по акции, допустим, пачку масла. Вы помните, я в прошлом году летом, ну, то есть, прошлое лето, я купила пачку масла, так, мы покупали, а, нет, или да, пятерочки. Ну, короче, летом я покупала пятерочки, или это было начало лета, по-моему, даже, 26 пачек. И потом я узнала, что в перекрестке тоже бывает такая акция. В этом году я не дожидалась от пятерочки акции, честно говоря, мне проще купить перекрестки по акции. Еще плюс мне начисляют эти бонусы, которые можно потратить, как рубли, на что-то, на любой продукт. То есть, у вас находится 60 бонусов, хотя нет, они считаются 600 бонусов, это 60 рублей. По-моему, как-то вот так вот. Ну, блин, короче, не знаю, там по-разному бывает, то есть, вы можете на 60 рублей что-то взять. Обычно я так всегда делаю, говорю, оплачиваю бонусами, потому что, когда ты набираешь там на 600 рублей, и оплачиваешь бонусами 60 рублей, что-то там происходит вообще такое незаметное. Вроде как с вас бонусы-то эти сняли, а в чеке вы смотрите, что цена-то она особо нет, никуда не делась. То есть, вот, как-то вот так вот. Так, давайте с вами нальем пока наш чай. Пускай он остынет хоть чуть-чуть, надо его там помешать. Каркаде наш. Я очень люблю чай каркаде. Сейчас вам еще одну историю про него расскажу. Сейчас я налью сначала. Так, это было, это лучше, как-то, как-то, как-то. О, смотрите, прям красный. Видно вам? Красный, красный, красный. Но это еще ни о чем не говорит. Есть одна такая история. Каркаде, кстати, я попробовала, первый раз это было в пакетиках, по-моему. А, нет, 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 нет. Первый раз мне папа привез каркаде из-за границы. Из-за границы привез листовой. Он сказал, это каркаде, тебе понравится, пей. Он знает, что я люблю чай, я очень люблю чаи разные. Раньше я пила очень-очень много чая. То есть мне за вечер я могла выпить за один вечер около литра, даже побольше. Где-то литр, полтора. То есть и папа у меня такой же водохлеб. То есть чай я могла пить очень много. Сейчас я ближе уже к пенсии своей, к старости. Я уже пью такими вот маленькими стаканчиками уже в основном воду. Вот. И, да, первый раз он привез каркаде, я попробовала. Мне очень понравился. И листовой, конечно, на тот момент в России я не нашла. Ну, тогда было магазинов очень мало. Сейчас у нас вообще магазины. Самара, я знаю, что считается самый такой первый город, в котором магазинов очень много. В котором магазины находятся на каждом шагу. Вот реально вот выйти, там перекресток, там пятерочка, там пятерочка. Там еще, там, это магазин обыкновенный. Там туда спустится, а, так, да, туда спустится, там две песерочки находятся. Там еще два магнита находятся. И, блин, это вот реально вот. Вот это очень много, очень много магазинов. И когда выходишь на улицу без ребенка, думаешь, так, какой же у меня магазин пойти? Так, туда мне идти далеко. Пойду-ка я в перекресток туда. И все. То есть это вот реально классно. Вот. И я нашла только каркаде в пакетиках. Принцесса Ява, что ли, он назывался. Я сейчас не помню. Но мне очень сильно понравился. Он прям, ну, реально такой вкусный. В принципе, он не особо, по-моему, отличался. Вот. История у нас пойдет с вами немножечко другая. Мне уже рассказывала ее свою кровь. Ей подарили разные, такую большую упаковку чаев листовых. Там был зеленый чай, черный чай и был вот этот вот каркаде. Говорит, ну, мы не знали, что такое. Каркаде и каркаде. Говорит, ну, мы его заварили, налили, посмотрели. Красный. Говорит, подумали, значит, химия раскрасная. И мы, говорит, весь этот чай выкинули. Я говорю, блин, ну, говорю, вы хотя бы мне бы его отдали. Говорит, я бы с удовольствием попила. Говорит, ну, мы подумали, раскрасная, значит, химия. Говорит, ну, как, говорю, красная химия. Говорит, ну, ладно, я понимаю, что он был синий. Представляете, вы завариваете, а вот синий чай. Я бы, да, действительно, я бы удивилась. Потому что, ну, синих цветов, в принципе, не существует. Цветы там синие. Какие у нас? А, подожди, колокольчик у нас синий, да? Дельфиниум, цветок синий. Вот так, василек. Колокольчик, да? Синий, василек, колокольчик. Дельфиниум. И еще это на подоконниках-то у вас стоят. Иногда они тоже бывают синие. Орхидеи. Тоже синий цветок. И, по-моему, все. То есть, ну, не знаю, если их заварить, они дадут синий цвет в стакане. Если только. И все. Вот так, честно говоря, я удивилась. А красный, ну, красный. Красных полно цветов. Мак красный, роза красная. Мне кажется, если розу заварить, но она не будет такая насыщенная, конечно. Но она, мне кажется, будет розовенькая такая. То есть, не знаю. Ягоды, в конце концов, они тоже красные. Здесь можно подложить ягоды сухие. И что-нибудь такое будет. Ну, короче, они его выкинули. Мне было очень сильно обидно. Обидно было больше из-за того человека, который купил этот чай, то есть, подарил, да, подарок. И было обидно за сам чай. То есть, его, представляете, там, где-то за границей, или там, не знаю, где они производят, да, его собирали, сушили. Причем это такой чай. У него и тогда, и сейчас, в принципе, его довольно сложно купить. Он не во всех магазинах продается, даже в пакетиках. Его реально сейчас даже сложно найти. И, блин, его взяли просто и выкинули. Я надеюсь, что там, может быть, кто-нибудь слазил по помойкам, и все-таки попали, попал в хорошие руки. Потому что, честно говоря, я не люблю выбрасывать продукты, не люблю, как бы, знать о том, что их выбросил кто-то там. Мне это, допустим, ну, обидно. Обидно, наверное, за продукты. Не знаю, короче, как это объяснить. Вот. И, конечно, я стараюсь себя покупать по акциям. Особенно вот те продукты, которые на обзор у нас с вами идут. Вот эти вот обзоры вы можете увидеть до этого, которые были. Они почти все продукты, купленные по акции. Как вот я с прошлого года января, с прошлого года января начала их покупать после Нового года. И у меня так и понеслось. Я так покупала, покупала, покупала. Так, поболтали. Поехали дальше. А сегодня мы еще попробуем с вами шоколадку мята. Производство в Германии. Риттерспорт. Она мне очень сильно, просто безумно понравилась. Я купила таких две. По 80 рублей. В карусели. По карте. Оказывается, там карта, блин, мне почему-то никто ничего не сказал, что там, оказывается, карта. Там точно так же, как в ленте. Если у тебя есть карта, ты платишь меньше. Если у тебя ее нет, ты платишь больше. Нашелся там мальчик, парень, у которого была карта, и он дал. Все отказывались, только он дал. Я думала, блин, а сколько она стоит? 50 рублей. Я думаю, блин, я в карусель вообще не хожу. То есть я последний раз в карусели, до этого была, года 3-4 назад, наверное. То есть, блин, ну, у нас нет здесь рядом карусели. У нас ее нету. Поэтому, блин, я не хожу. Она находится там. Там, в городе, на окраине города, вот везде там. У нас здесь перекресток, пятерочка, магнит. То есть, ну, в основном, такие ходовые магазины. А ее нету, поэтому, блин, смысл. Вот. Так вот. Честно говоря, мне почему-то ее хочется открыть, знаете, вот так вот дернуть, и она так как вот хоп, и откроется. Видимо, это в какой-то рекламе, может быть, было. Так, наши какао. 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 Кстати, вы пробовали какао-бобы? Какао, по-моему, делается из какао-бобов. Они, кстати, очень вкусные, очень обалденные. Мне очень-очень нравятся. Раньше когда-то я их покупала. У меня покупал дядя их, когда сидел на правильном питании, вернее, на сыроедении. И он через какой-то сайт заказывал разные орехи, которые не продаются у нас. Ну, в обычных магазинах. Напомню, там был орех мексиканский. Он такой вот большой. И когда их много-много засовываешь в его рот, начинаешь жевать, получается ощущение, ну, вкус такой, как манки. Как будто сырую манку ешь какую-то. Ну, или кашу манную, что ли, вот что-то такое. Но при этом это орех. И какао-бобы, ну, там они очень-очень дорогие. Ну, довольно дорогие. Там что-то маленький пакетик такой, 100 грамм, что-то дорого стоил, короче. Ну, блин, они обалденные просто. Вкусно. Вот их берешь, блин, ааа, наслаждаешься. Никакой шоколад уже не нужно. Какао-бобы, вот. Попробуйте, если будет возможность. Надо, кстати, попробовать поискать. Так, сегодня мы с вами пробуем такую шоколадку. Она обалденно вкусная. Ну, знаете, честно, ее много не свежет. Это, по-моему, тот самый единственный шоколад, который я не могу много съесть. Еще раз вам покажу. С вкуса мяты. Там реально, когда жуешь, я читала на нее отзывы. И очень многим людям она не понравилась. И там одна, ну, не знаю, кто это, мужчина или женщина, один человек написал, что когда ее жуешь, ощущение, как будто ешь шоколад с зубной пастой. Когда вот это прочтешь, реально начинаешь в следующий раз, когда ешь, начинаешь это чувствовать. Ну, похоже что-то на зубную пасту. Такая там мятая, ядреная, как бы тоже вот как будто нарисована. Фотографии есть, да? Самой конфетки. Много начинки. Также там и много начинки. Обалденно. Мне очень она понравилась. Вот иногда, знаете, когда хочется, чтобы во рту как-то все это освежилось, но, например, жвачку жевать мне не хочется, я просто беру вот эту шоколадку, ее ем, и у меня как-то во рту так становится все свежо, так хорошо, так прям классно. Так. Ну что, еще не остыло, что ли? Что еще бы нам попробовать-то? Я хотела вместе с чаем начать уже. Ой, а чувствую, я еще долго буду сидеть, ждать. Пока он там остынет. Ладно, пускай остывает пока. Мы с вами пока знаете, что попробуем. Я хотела это оставить на последний момент. В самом конце вам показать, но, скорее всего, наверное, покажу сейчас. Та-дам! Смотрите, какой у меня огромный мешок конфет. Здесь у нас 918 грамм, то есть не килограмм, в одном килограмме сколько-то грамм, да, правильно? То есть не килограмм, чуть меньше. Так, стоило это все 90 рублей, с мелочью там, с копейками. Конфета называется Ассорти. И купила я все это, как вы думаете, где? Правильно, в нашем любимом светофоре. Купила я это, то есть, именно в светофоре, который рядом с домом у нас здесь неподалеку, там такие конфеты почему-то стоят дороже. Там реально дороже. А именно там на окраине второй светофор у нас очень-очень далеко от меня, мы с Женькой ездили отдыхать туда. Предыдущие ролики вы, наверное, видели. Вот, там оказались любой вот такой вот мешок 90 рублей стоит с мелочью. Я купила таких два, один я уже открыла, а второй я решила открыть вместе с вами. Потому что, честно говоря, знаете, реально, это оказывается очень интересно копошиться в конфетах. Честно говоря, я не думала никогда, знаете, я вспомнила, когда копошилась, вспомнила свое детство, как бабуля нам на Новый год с сестрой дарила такие огромные мешки с конфетами. Ну, там было где-то половина конфет, там весил он, наверное, килограмм. Ну, да, наверное, где-то плюс-минус килограмм, там, полтора. Где-то вот так вот. Я помню, принесешь этот пакет домой, так высыпаешь на... Ну, садишься на пол, высыпаешь все это на пол. Я очень любила сидеть на полу в детстве. Вот. И начинаешь просто перебирать, копошить. Знаешь, начинаешь просто по кучкам раскладывать. Здесь шоколадные такие, тут такие, тут такие, тут невкусные все. Вот. Я помню, тоже, кстати, с этим конфетами у меня есть целая история. Да, я, наверное, сейчас вам ее расскажу. Я не буду рассказывать все это отдельным роликом. Расскажу сейчас. То есть, получается так, то, что бабуля заранее покупала какое-то определенное количество конфет и нам сестра его раскладывала. И получается так, то, что когда она дарила, она всегда открывала мешок. Так, это я кому дарю? Наташа? А, нет, нет, это Настя. Закрывай. Так, Настя, это тебе. Я, Настя, начала задумываться, а почему она так смотрит? Ведь если конфеты везде одинаковые, то есть, одинаковое определенное количество конфет лежит в каждом мешке, то зачем туда заглядывать? Какая разница? Там, что, допустим, здесь все одинаковые, там по пять конфет, допустим, каждый лежит, да, и в этом мешке. Смысл? И тут началась задумываться, что явно там что-то не так. И потом, когда она нам подарила, и на следующий день я говорю сестре, давай это, ну, маленькие были еще и мелкие, и говорю, давай посчитаем, у кого сколько конфет, разложим их, ну, у кого сколько. И, честно говоря, это был шок у меня. То есть, у нее, получается, невкусных конфет, там, какие-нибудь московские, вы знаете, красненькие, у нее, значит, две штуки, у меня их пять. У нее шоколадных, допустим, пять, у меня три штуки. То есть, у меня меньше. То есть, получается так, что у нее хороших конфет много, плохих мало. А у меня, получается, плохих конфет много, а хороших мало. Вот это вот, честно говоря, мне было в детстве очень сильно просто обидно. Почему так? Почему бабу не положила поровну? Я пошла высказать, все это бабуле, естественно, ну, как же, не сказать-то, надо сказать же. Ну, может, она чего напутала, может, она, может, ее там кто-то отвлек, и она там положила что-то неправильно. Я надеялась, что она мне эти конфеты, которые плохие, но у меня их получилось просто очень-очень много. У меня их реально каждый год было очень много, я потом уже вспомнила. Я пошла, ей высказала все вот это, она сказала, что, наверное, ты просто хорошие конфеты все съела, и у тебя остались плохие. Я говорю, как я могла успеть съесть, если вчера вот прошел Новый год, сегодня мы с утра проснулись, только-только позавтракали, и сели их пересчитывать. То есть времени, я говорю, что я ночью, что-то встала, их поела. И потом мы уже стали каждый год с сестрой пересчитывать. И, честно говоря, блин, это было очень сильно обидно. Это очень сильно было обидно. Если у вас есть в семье два ребенка, то делите все продукты, все пополам. Не так, что вот этот вот ребенок поменьше весом, ему пускай будет больше, а ты уже взрослый, большой, у тебя там лишний вес, например, тебе не надо, ты обойдешь. Ну, тебе на одну конфетку, а вот ему пять конфеток. Вот так вот это нечестно, это реально обидно. И вот этот вот ребенок, которому не достается, он реально будет обижен всю жизнь, будет злиться вот на того ребенка, на вас и на того ребенка. Это реально вот. И потом получилась как-то раз такая ситуация, тоже Новый год был, и подарили, также нам бабуля подарила мешки с конфетами. И получилось так, что стоял около дивана мешок сестры, и я поставила рядышком свой. Ну, просто вот, просто я поставила рядышком. И потом я думала, что сестра останется у бабули, а ее родители забрали домой. То есть обычно мы оставались, видимо, и я увидела, как мой мешок схватили, взяли, понесли. И поскольку я была в детстве очень сильно стеснительна, я не стала ничего говорить. Ну, вот как бы забрали мой мешок и забрали. Меня все-таки надеялось, что после того инцидента бабули все-таки положат одинаковое количество конфет и сестре, и мне. Ну, забрала, конечно же, я подарок уже, получается, сестры. Пришла домой, начала считать, и получается, что у меня невкусных конфет прям очень мало, чуть-чуть прям, а вкусных там, ааа, там так много было вкусных конфет, это, я не знаю, это было просто что-то. Их реально было много. И даже вот я помню в детстве берешь мешок свой и сестры, и вот как-то их вот так вот меряешь, меряешь, и понимаешь, что пакет сестры явно тяжелее. Потом берешь другую руку, ну, думаешь, может, там левая-то послабее, там опять. Нет, ну реально, он почему-то больше. Думаю, если вот взять какие-нибудь весы, тогда, конечно, электронных весов не было, но если вот так поставить на электронные весы, то там реально отличалось бы. Это вот было очень сильно обидно. И каждый раз понимаешь, каждый раз получаешь конфеты много плохих, хороших чуть-чуть. Ну, потом я уже смирилась, думаю, ну ладно. Думаю, плохой подарок, ну ладно, так и быть, съем. Вот. И сегодня вот у нас с вами такие вот конфеты. Там немножечко видно какие. Мы с вами будем сейчас их открывать и смотреть. Кстати, они отличаются конфетой от того мешка. Все-таки они немножечко разнообразны. Здесь я сразу вижу каракум. В красной упаковке, он раньше был желтенький. Я очень люблю эти конфеты, они верблюда там. Это из моего города, там, где я практически родилась. Нет, родилась я в России, но я долгое время после России жила в другом городе, где есть верблюда. Но это будет отдельная история уже. Это будет отдельно, это будет потом. Вот. И мне вот эти вот верблюда очень напоминают мой город, мое место проживания долгие годы. Ну, не долгие, там, немножко, но для меня долгие. И все самое такое сладкое. Короче, каракум у нас с вами. Ладно, не буду вас задерживать, давайте с вами решим все это. Так, здесь, здесь, кстати, живинка с клубникой. С клубникой я уже пробовала, честно говоря, мне как-то так не очень. Еще с дыней пробовала, тоже как-то так. С арбузиком все-таки лучше. Такое ощущение, как будто это какая-то подделка. Клубничка пахнет. Так, здесь также желейные есть. Ну, честно говоря, желейные я не очень люблю, поэтому не помню. А, нет, я их не пробовала. Так, у нас здесь лимон, груша, да, груша, здесь опять что, лимон, батончики, кстати, вот такие я попробовала, они внутри беленькие, сливочные называется, и довольно вкусные. Давайте поближе покажу. Что там у меня? А, батарея садится, батюшки, ну, мы же с вами не 3 часа болтаем, правда ведь? Так, ну, конечно, тут много желейных. А, еще, кстати, есть вот такая вот. Она как чикопайка, только со вкусом вишни. Не знаю, какая была у меня, но, честно говоря, мне она не понравилась. Напишите, кстати, мне в комментариях, все-таки досмотрел меня до конца, какие конфетки вам нравятся из светофора. Вот, кстати, много желейных. И вот она есть с дыней, которая тоже мне как-то не очень. В прошлом мешке у меня очень было много конфеток, именно вот таких вот, сосучки. Но они такие огромные, мне кажется, что они меня занимают весь рот. Ну, пол рта точно. вот здесь лунный кот. Честно говоря, когда я увидела вот этого вот кота, я надеюсь, что вам видно, кого он напоминает. Он напоминает вот этого вот, помните, мультик был «Драконы»? Белый и черный дракончик. Блин, как же он назывался? Беззубик-то вот, помните? Черный дракончик, Беззубик, вот реально мордашка очень сильно напоминает. честно говоря, я сначала подумала, что это вот конфетки сейчас с них стали делать. Но нет, лунный кот. Не знаю, не пробовала, кстати, но она мягкая. Ничего не пробовала. Так, очень много здесь орешков, белочка, а это гриляш, у меня его мама, кстати, очень любит. Но не очень, но много. Какие-то Никея, Никея, да, конфетки, не знаю, не пробовала. В том мешке у меня не было. А, Белочкин лес, но они мягенькие. Здесь картошка, картошка, по-моему, я пробовала, не помню даже. По-моему, мне тоже так. Ну, знаете, конфеты такие не вот как мы привыкли в детстве. Мишка, там, Красная Шапочка, да, Куйбышевский. Вот раньше, кстати, они еще до 2000-х годов они еще были реально вкусные. После 2000-х годов, в 2000-е, наверное, в 12-м, наверное, в 13-м я покупала. Честно, фигня. Полная фигня. Я еще купила целый килограмм. Я мечтала очень долго именно вот килограмм вот этих вот куйбышевских конфеток. Купила килограмм. Я еле доела. Я с огромным трудом доела их. Там мне еще муж помогал. Вот, да, нормальные конфеты, нормальные. Ну, блин, это абсолютно не то, что было это в детстве. Это абсолютно другое. Так, сейчас мы просто с вами уже быстро пробежимся, потому что уже очень много времени прошло. капли лета. Здесь какие-то, видимо, леденцы. Ну, да, здесь такая сосучка. Такие вот сосучки как раз у меня оставались после Нового года. Здесь в синих упаковках. Я думала, что они синие с этим дынем. Кстати, да, тут есть еще такие вот нишки. У меня обзор был на такие. подобные. У меня была пандочка, а здесь вот мишка с сердечком. Прикольно, кстати. А, еще. Да, кстати, здесь ириски есть. Блин, я не знаю, кто ест ириски. Мне мама рассказывала, что она в детстве или кто-то знакомый ели ириску, она прилипила к зубу, и ее отодрали вместе с зубом, или это вообще просто ходит такая, такой слух, я даже не знаю. Честно говоря, я не ем их. В том мешке у меня их довольно много, даже пока не знаю, что я с ними буду делать. Может быть, потихонечку обсасывать, сосать потихонечку. Так, здесь вот что-то у нас какая-то конфетка попалась. Похоже на рахат лукум или что-то такое, вместе с орешками какая-то беленькая. Такая. Так, ну ладно, я дальше вам, наверное, показывать не буду. Вернее, покажу потом. Потом оставшуюся. Потому что сейчас затянется очень надолго наше с вами время. Наверное, я покажу вам это в следующем ролике. В следующем ролике, потому что я сейчас посмотрела, у нас с вами получился целый час. Моей болтовни, мне кажется, никто не досмотрит до конца. Мы с вами давайте сейчас попробуем наш чай. Мне кажется, он уже остыл. Честно говоря, хорошо, что я не купила много его. Честно говоря, когда я увидела каркаде, я подумала, каркаде, надо брать больше, надо много взять. Нет, слава богу. Во-первых, он кислый. Он реально кислый. Такое ощущение, как будто мне в стакан кто-то подсыпал очень много лимонной кислоты. Как будто целый пакетик лимонной кислоты. Он реально кислый. Прямо кислый. Вкус каркаде. Сами листочки каркаде, ощущение, как будто их пережарили. Подгорели они. Вот этот вот вкус подгорелости. Как будто он не самостоятельно сушился там на ветру где-нибудь или там хотя бы в этой сушилке. Хотя в сушилке тоже может, конечно, подгореть. Он реально как будто подгорелый. Сам вкус каркаде наверное, вот это все перебивает, но вроде бы чуть-чуть чего-то есть. Честно говоря, наверное, проще купить подороже каркаде и спокойно ослаждаться пить. Я не знаю, почему, но в последнее время, когда вот такие вот обзоры я снимаю вам на камеру, мне очень часто стали попадаться какие-то продукты несоответствующего качества. То есть, если я делаю отдельно обзор на продукты, как правило, там все хорошо. То почему-то, когда я делаю вам на камеру, то обязательно у меня какая-нибудь гадость. Но это реально, но это кислое, очень кислое. Когда его пьешь, он еще такой нормальный, ну вкус каркаде чуть-чуть есть, чуть-чуть подгорелое чувствуешь. Но когда ты перестаешь пить и проглатываешь остатки, ты понимаешь, что это очень кислое, ощущение, как будто вы проглотили и при этом сразу закусили ложкой лимонной кислоты. Ну, небольшая ложка, ну скажем, там какой-то небольшой частью ложечки. И, блин, это просто, это кислое, это реально кислое. Обидно за потраченные деньги, но ладно, там был мизер. Так, и мы с вами переходим, ой, господи, достать не могу. Переходим, что тут еще прилипло? к тортику. Мы с вами переходим к тортику, который изначально я вам показала в самом начале ролика, да, и мы с вами спустя час с мелочью все-таки к нему пришли. Тортик у нас начинается, ой, господи, называется у Палыча, праздник вкуса. Торт у нас кофейный, стоил 279 рублей в перекрестке. кофейный, состав, ой, 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 что за состав? А, вот состав. Так, ну состав, конечно, как всегда, конечно же, он большой. Хотя, честно говоря, тут если по картинке вот так посмотреть, то можно сделать его дома самим, без всякой вот этой вот химии. Давайте покажу поближе его. Тут вот состав. Не уронить бы мне его. Здесь как он сам выглядит в разрезанном виде. И вот он какой на данный момент. Так, вот я вернулась. Налила я себе вот такой вот чай в пакетиках. Зеленый с окусом лайма. Блин, я его так полюбила. Его просто обожаю. Когда-то он стоил 50 рублей. с полугодика назад, наверное. Сейчас он перекрестки стоит 150 рублей. На него была недавно акция. Я купила только одну штучку, жалко. Но, блин, он реально классный. В пакетиках заваривать зеленый чай. В принципе, просто заваривать чай в пакетиках это удобно. Это быстро. Раз-раз все готово. То есть не нужно ждать вот этого три часа. И получается он такой вот, смотрите, он классный. Блин, он мне так понравился. Обалденный. У него, кстати, есть еще черный чай такой же пакетик. И какой-то еще, по-моему, вкус что ли есть. Но вот этот вот с лаймом. Мелисса лайм. На него был обзор тоже. Так, все. Давайте переходим с вами к тортику. Наконец-то. Я надеюсь, то, что вы досмотрели все-таки ролик до конца. Кстати, у него такая плотная вот эта штучка. Я обычно в такие штучки ставлю свои цветы и когда они там подтекают, то они хотя бы стекают в такую штучку. Так, и, конечно же, сам тортик. Это, знаете, наверное, тортик больше для маленькой компании. Ну, например, для меня и, конечно же, кого? И вас. Надеюсь, что вы налили себе тоже чай и будете вместе со мной кушать. Кстати, да, мы с вами не попробовали эти чипсы. Но прошло уже целый час и, наверное, мы с вами отдельно попробуем эти чипсы и посмотрим вот эти вот все конфеты. Да, потому что прошло очень много времени. И после торта мне, конечно же, не захочется чипсов. Наверное, так сделаем. Так, пробуем. Слушайте, он обалденный. Такое ощущение, как будто я купила кусочек торта в каком-то ресторане, дорогом ресторане. Как будто в него принесли, там можно положить в общем тарелочку, да, фужер с чаем поставить. Нет, с чаем, не вино. он реально такой, знаете, нежный, ароматный, сочный. Он сочный именно потому, что там не просто вот хлеб. Я не люблю, когда вот много вот такого вот, наверное, вот вы видите коричневого хлеба. Я люблю, когда вот огромная какая-то прослойка, прослойка, да, какая-нибудь там прослойка чего-нибудь. То есть не просто хлеб, ну, как обычно делаете, делаем мы с вами дома, да, торты. Заговариваюсь. То есть, да, мы кладем хлеб, потом там каким-то кремом смазываем, сверху там опять хлеб, еще там кремом и сверху опять хлеб и потом там что-то еще, да. То есть вот так я не люблю. Я люблю, когда хлеба мало и очень-очень много крема. Я просто обожаю крем. Это прям ах. Знаете, честно говоря, это, наверное, будет мой любимый торт теперь после моих любимых мерингов от Палыча. 279 рублей. Конечно, это много. Это реально много. Но именно он того стоит. Он стоит этого. Даже, мне кажется, он бы стоил и подороже. Это реально вкусно. Не знаю, насколько дней, конечно, мне его хватит. за один день конечно его не съем. Вернее, за раз. За раз его точно не съем. А вот за один день может быть вполне. за раз. . есть знаете вот разные крема есть там безе какой-то безе по-моему это какой-то сухой как будто бы крем есть крем белковый вот у меня мама любит кстати белковый хлеб ой хлеб господи крем а я люблю крем масляный вот именно масло такой на эти мягкие нежного как будто сочный белковым как-то сухой такой среднем а вот масляный блин я просто обожаю масляные я понял как свекровь приехали в гости к моей маме я была у мамы как раз зачем они приехали то они приехали наверно свататься как раз перед свадьбой или после свадьбы не знаю короче не привезли большой торт и там на вид казалось как будто там очень много крема там реального примут ну реально как будто было много и сказали натушка я знаю мы знаем что ты любишь очень много да очень много крема ты обожаешь клеммы купили тебе вот такой торт на то есть это торт оказался никакой там от палочи там или мидея что вот сегодня какой-то видел тут не у него такие вот известные бренды это был там какой-то там вы поняли меня наверное какой-то там короче и сверху там был на вид был на вид реально казалось как будто это масляные масляные цветочки вот эти вот крем то есть оказалось там какой-то без эту сану сухой она невкусно торт был просто ужасный он был реально невкусно был сухой и я просто давилась ела этим кусочком в итоге по-моему я даже оставила его маме доедать не стал им сказал спасибо типа мне все понравилось супер но я его оставила маме мама примерно такой торт любит ну короче мы с горем пополам его съели пришлось добиться но есть вот именно знаете вот после вот это вот на меня очень сильно повлияло после этого я теперь покупаю торт я стараюсь выбирать основательно чтобы это было действительно белковый но не белкова масляный крем то есть я читаю пытаюсь там если есть консультант узнать какой именно там крем а точно ли а чтоб мне там вот нашли где написано какой там крем там какой еще параллельно там бывает то есть вот вот эти всякие моменты жизни реально очень сильно влияют на нас как ошибки ошибки там то есть мы должны учиться на чьих ошибках не на чужих каких на своих правильно лайк ставим вот кстати еще как будто кофейные зернышки такие сейчас мы с вами попробуем что же такое это очень вкусный шоколад честно говоря я думаю это будет какой-нибудь действительно кофейные зернышко такое размоченные сморщивающиеся который будет реально проживать кстати тут сверху такая как желе такая как у холодца он бывает сверху такая же штучка и кстати еще в ней присутствует какая-то часть как от птичьего молока или какая-то штука не за короче как она называется правильно вот чикапаль когда открываешь чикапальки конфетки да эти не конфетка как их пироженки там есть белая штучка она такая довольна следует отрывать она будет такая длинная растягивает не сильно длинная но такая то есть она такая немножко как резиновая что вот такая консистенция непонятную такие мне очень сильно нравится и такие прям вообще просто обожаю вот она какая-то часть вот где-то вот здесь вот в этом торте есть не знаю желтые это или не желтая жалко что так дорого я бы хотел этот торт за 190 рублей на 100 рублей почти дешевле я больше хотел я уже наелась она вы сегодня съела честно горячу съел прям где-то вот такой вот кусочек пульс как мы с вами раньше в детстве показываем а вам не нужен вот такой вот или я видел где-нибудь вот такое вот чего-нибудь там да честно говоря я наелась уже наверное не его хватит на сутки отдохнешь придешь себя еще поешь как-нибудь так я надеюсь то что вы досмотрели мой ролик до конца потому что он получился очень длинный около часа получился у нас с вами в комментариях пожалуйста напишите что вам больше всего понравилось что я пробовала какие продукты от палыча конфеты мы с вами тут перебирали мы с вами отдельно на камеру доберем вот это с с патоника вот так все понятно натуральный да чай там я уже не полезу дальше шоколадку мы с вами сегодня попробую а от шубы мы с вами поели котлетки по боже мой сколько я съем я целый день голодала и к вечеру наелась вот котлетки и чебурек мне уже тошнит начинает очень много с вами съела хотя честно так то вроде не очень много но намного короче ладно не буду вас задерживать ставьте лайки я стараюсь очень сильно для вас только для вас конечно покушать для себя я надеюсь то что вы вместе со мной покушали этот тортик покушали все шоколадки попили чай чайник заварочный остается вы его будете добивать и вот такой вот лайки комментарии обязательно пишите что вам больше всего понравилось подписывайтесь прошлый раз показала мне правильно будет вот с этой стороны наверно наверно вот с этой стороны маленькой кнопочка красненько подписаться и там же колокольчик так обязательно нажмите а то пропустите мой роль который выходит каждый день влоги выходят каждый день обзоры через день иногда такие вот ролики с вам понравился ставьте лайк пишите комментарии обязательно так наверное все по-моему я сказала подписывайтесь да и с вами был канал арт-мания всем пока пока